Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как защитить себя в интернете от мошенников? Глава первая. Высокие технологии на службе мошенников. Что такое мошенничество? Уголовный кодекс Российской Федерации определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенник, в отличие от вора или грабителя, не применяет насилие для того, чтобы лишить жертву денег или материальных ценностей. Он не будет стоять в темном переулке с кастетом, дожидаясь возвращающуюся с вечеринки девушку, чтобы отнять у нее мобильный телефон и пару золотых колец. Он не станет вычислять, когда уедут в отпуск владельцы богатого дома с тем, чтобы в удачный момент пробраться в жилище и вынести ценности. Мошенник сделает так, что жертва практически добровольно расстанется со своими деньгами и при том какое-то время даже не будет догадываться о том, как жестоко была обманута. Мошенники не случайно считаются интеллектуалами уголовного мира. Изобретательность, с которой они придумывают все новые и новые уловки, поражает воображение и даже порой вызывает невольное восхищение. Вспомним, например, Виктора Люстига. В 1925 году этот всемирно известный аферист исхитрился продать на металлолом, ни много ни мало, Эйфелеву башню. Более того, воспользовавшись тем, что обманутый им бизнесмен предпочел потерять значительную сумму и скрыл факт преступления, чтобы не нанести урон своей репутации, через некоторое время Люстик продал башню во второй раз. Эта история наделала много шума, но осужден мошенник был совсем за другие преступления. Шотландский актер Артур Фергюсон начинал преступную карьеру, продавая доверчивым туристам фальшивые старинные монеты. Перебравшись в США, он вскоре стал настоящим королем мошенников. Только представьте себе, этот человек умудрился продать Биг Бен и колонну Нельсона, сдать в аренду Белый дом, получив за резиденцию американских президентов 2 миллиона долларов и даже всучить австралийскому бизнесмену знаменитую статую свободы. Последняя афера положила конец махинациям Фергюсона, но за свои преступления он получил всего 5 лет тюрьмы. Судебный процесс над мошенником вызвал огромный интерес у общественности. Его показания то и дело провоцировали смех в зале суда. Настолько абсурдными казались каждому здравомыслящему обывателю те уловки, на которые попадались доверчивые жертвы. Как заявил сам Фергюсон, им двигало лишь желание узнать, где лежит предел человеческой глупости. Судя по его успешным аферам, такого предела, пожалуй, не существует. Успешными мошенниками становились не только мужчины, но и женщины. Последние, пожалуй, были особо изобретательны. Они умело пользовались и своим интеллектом, и незаурядными внешными данными, и знанием мужской психологии. София Блюфштейн, более известная как Сонька Золотая Ручка, провернула множество афер. Она обманом похищала драгоценности и ценные бумаги. Жертвами ее хитромудрых комбинаций становились российские аристократы и чиновники, богатые иностранцы, тюремные надзиратели и даже ее собственный адвокат. История любого известного афериста может стать основой сюжета увлекательного романа или фильма, но не стоит забывать, что даже самое грандиозное и великолепное по исполнению мошенничества – это преступление. И к тому же это преступление, которое наносит ущерб не только кошельку, но и психологическому состоянию жертвы. Психология мошенничества Мошенничество, как вид преступной деятельности, существует, наверное, столько же, сколько и само человечество. Криминалисты десятилетиями изучали схемы самых изощренных комбинаций. Сэмпл. Комплит. Редактор субтитров.